Друзья, всех приветствую! На торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями, которые оказывают влияние на динамику основных торговых инструментов, представляющих для нас интерес. Сегодня день британской валюты. Наконец-таки мы дождались. Блок макроэкономических отчетов. Это роничные продажи, которые выйдут совсем скоро, в 9.00 по московскому времени. И следом через несколько часов еще данные по активности, деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Напоминаю, друзья, что прежде всего, на что нужно обратить внимание, это на активность в сфере услуг, потому что на этот сектор британской экономике приходится больше 80% экономического восстановления. Почему статистика важна? Потому что на прошлой инзеле Эндрю Бейли, которого возглавляет британский регулятор, четко дал понять, что слабые макроэкономические данные – это основа для дополнительного стимулирования монетарной политики. В данном случае, касательно Банка Англии, мы знаем, что есть еще пространство для маневра в виде снижения ставки и ввода ее на отрицательную территорию. Поэтому, учитывая эти ожидания, а также серьезный такой политический колпак, который накрывает в качестве риска британскую экономику и фунт – это Брекзит. Я, как вы знаете, не могу позволить себе отказаться от коротких позиций. Да, я понимаю, что вместе с динамикой прочих рисковых активов проще ставить на то, что тенденции роста продолжатся и в отношении фунта. Но, касательно британской валюты, есть, друзья, такой серьезный системный риск, и если Брекзит в плане новых мрачных тонов будет реализовываться, а новости по Брекзиту в любой момент могут прийти, пожалуйста, увидим серьезные распродажи. Сегодня на азиатской сессии британская валюта снижается. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшний день по паре фунт-доллар мы закроем поближе к уровню 1.2650 или даже еще ниже. Что касается другого рискового инструмента евро против доллара, 1.1606 сейчас котировки мы в среду протестировали максимум с 2018 года 1.16. И произошло это на фоне достигнутого соглашения по фонду помощи объемом 750 миллиардов евро. Очень подробно рассказывал вам про структуру этого фонда. Хочу отметить, что энтузиазм трейдеров, которые стали активно скупать евро, был обусловлен самим форматом этой помощи. В основном это беспроцентные. Бесплатные кредиты в отношении таких стран, как Испания, Италия, Греция, Португалия и Кипр. Помощь, которая позволит им получить ликвидность, не нагружая показатели задолженности в отношении уровня госдолга к ВВП. То есть вдохновились трейдеры форматом помощи. Вдохновились тем, что новая ликвидность – это возможность для Европейского Союза преодолеть экономические проблемы и встать на путь восстановления. Ну и, конечно же, помимо формата и, собственно, самой помощи, трейдерам понравился факт того, что страны ЕС могут еще находить общий язык, что снизило вероятность раскола и развала последующего Европейского Союза. Также, друзья, стоит отметить, что страны ЕС согласовали еще необходимость ввода нового инструмента – это еврооблигации. И, возможно, эти еврооблигации станут достойной альтернативной американским облигациям, то есть станут следующим мощным защитным инструментом. Если это так, то со временем, может быть, ближе к концу 2020 года, поверив в эти бумаги, центральные банки станут активно в них вкладываться. И если такой сценарий реализуется, мы увидим резкое сокращение доли долларовой в мировых международных резервах, и евро будет на этом фоне выигрывать. И, конечно же, причина, по которой европейская валюта будет расти – это фискальные стимулы со стороны и ФРС, и властей США. Фискальные стимулы, которые будут бить по позициям американского доллара. Сейчас лучше пойти в европейскую экономику, которая уже получила необходимую ликвидность, которая не сталкивается с такими проблемами пандемии, с которыми приходится сталкиваться с американской экономикой. Да и плюс ко всему мы еще и не говорим про риск тех самых президентских выборов, которые многие считают могут стать новым шоком уже под окончание 2020 года. В отношении евро, друзья, я рекомендую удержать длинные позиции. Цель 1,20 фунт. Будем шортить. Что касается индекса доллара 94,65. Это на данный момент повторюсь, что очень важно, чтобы на следующей неделе власти США согласовали вот этот пакет финансовых стимулов. Республиканцы накануне преодолели все противоречия. Теперь им нужно обсудить фонд помощи, экстренной помощи с демократами. Речь может пойти о емкости этого фонда в 1 триллион долларов. Это сейчас жизненно важно для американской экономики, потому что с 1 августа безработные перестанут получать щедрые чеки на 600 долларов в неделю. И считается, что если не заместить, опять же, если образовать, дать возможность формироваться вот этому временному лагу, то американская экономика, которая вроде бы как только восстанавливается, останется без поддержки экономической потребительской активности. Нужно, чтобы простоя не было. И как только закончится прошлая программа, сразу же вступил в силу, получается, уже шестой пакет финансовой помощи, как минимум на 1 триллион, чтобы всем также рассылались такие жирные чеки. Соответственно, в отношении доллара, друзья, если эти стимулы будут согласованы на следующей неделе, доллар просядет еще сильнее. И я думаю, что 94 пунктов по индексу американской валюты мы увидим. Доллар – это не защита, потому что к ней не относятся как к защите. Сейчас это доказывает сам факт того, что пандемия не влияет на доллар, хотя, учитывая то, что в Штатах каждый день больше 70 тысяч новых случаев, доллар должен активно расти на этом, но он не растет. Плюс ко всему ситуация вокруг отношения США и Китая. После закрытия консульства Китая в Хьюстоне, Пекин, в принципе, поступит так же, вышли дипломатов из Китая. И я думаю, друзья, то, что это как раз и есть возобновление прежней торговой войны, которая будет только усиливаться. Индекс доллара продаем. Золото 1887, я на отметке 1900, но, может, чуть повыше. Точно выйду из этого инструмента, потому что профит уже будет хорошим. Не хочу отговаривать вас, друзья, если кто-то из вас настроился держать до 2000, думаю, что туда мы точно придем. Рынок нефти 43,40 падает. Можно было бы объяснить снижение нефти, отложенные реакции на рост запасов, увеличение нефтедобычи в США и на ухудшение ситуации с коронавирусом. Но это не так. Уже давно пришли к выводу, что фундаментальные факторы, новостной фон на нефть сейчас не влияет. Есть какие-то скрытые силы, которые тащат нефтянку к новым локальным максимумам, экстремумам. Я думаю, что эти максимумы находятся в районе 45 или даже повыше. То есть, в отношении нефтянки я все-таки, ну, обязан быть фундаменталистом. Раз в целом фундаментальный фон располагает к продажам, буду искать уровни для открытия ордеров СЛ, но только через поход, вот через локальные максимумы, даже многомесячные максимумы. То есть, буду открывать широты не раньше теста 45 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять вопросы, если они у вас есть в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки. В понедельник у нас две встречи, брифинг и вебинар, будет о чем поговорить. Хорошо проведите выходные и с новыми силами, с хорошим настроением. Жду вас в понедельник. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok